Какие районы нуждаются в догазификации, об этом говорили на заседании регионального штаба. Оно прошло под руководством главы региона Сергея Меликова. На встрече также обсудили долги по аренде газовых сетей и что с ними делать. Обо всем по порядку расскажет Сакинат Малаева. В Дагестане до 2023 года нужно обеспечить подводку газа в дома. С этого начинает заседание глава республики, цитируя поручение президента страны. Это касается тех населённых пунктов, где есть газовые сети. Федеральному кабинету министра совместно с Газпромом, Росгидро и Россетями нужно рассмотреть вопрос о привлечении дополнительных инвестиций для развития энергетического хозяйства региона. Очень важно для Дагестана, потому что для Дагестана важен вопрос не только догазификации, а в целом вопрос развития газового комплекса наряду с другими проблемами по ТЭК и ЖКХ. Потому что этот прорывной проект даст нам возможность не только догазифицировать районы, но и выйти на общий уровень других субъектов Российской Федерации, от которого мы катастрофически сегодня отстаём. Сегодня темпы догазификации нельзя назвать удовлетворительными, подчеркнул Меликов. Причины кроются в сложном состоянии самой отрасли. Это и проблемы износа, и нехватки мощностей газораспределительных сетей, и отсутствие правоустанавливающих документов. И от того, насколько быстро они разрешаются, зависят планируемые изменения. Все эти вопросы являются не только препятствием для решения вопросов догазификации. Они составляют клубок противоречий, от преодоления которых напрямую зависит преодоление очень сложного положения во всём жилищно-коммунальном хозяйстве Дагестана. И если мы сегодня в объёме программы догазификации эти вопросы решим, нужно правильно понимать, что мы их решим и в вопросах электросетей, и в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, и в вопросах возможного привлечения сюда инвестиций. О проделанной работе в этой сфере рассказал руководитель профильного ведомства Резван Мурадов. По его словам, на сегодняшний день утверждён план догазификации населённых пунктов. В список вошли более двух тысяч домовладений. Работа по сбору заявок от населения продолжается. Заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах, 43 филиалах, а также 43 филиалах ГАО, РД, МФЦ Республики. Помимо этого, приём заявок осуществляется и в администрациях муниципальных образований. Отдельные категории граждан получат поддержку в части субсидирования затрат, которые связаны с приобретением газоиспользующего оборудования. Об этом сообщает в РИО министр труда и социального развития Республики Изумруд Мугудинова. В результате подворового обхода поддержки нуждаются около двух тысяч домовладений. Ориентировочная стоимость расходов на проведение работ, связанных с приобретением и установкой оборудования на одно домовладение, составляет от 89 тысяч 400 рублей. Это наши расчёты, произведённые на основе тех цен, которые нам дал гастрон распределение. Это минимальная цена и до 100 тысяч рублей. Значительно упростили процедуру оформления собственности и подведения сетей. Снижен налог на вновь создаваемые объекты газораспределения. Продолжение определена дачная амнистия, позволяющая в упрощённом виде оформить право собственности на земельный участок или домовладений. А сроки их регистрации сокращены до трёх дней. Главы муниципальных образований вправе самостоятельно обратиться за регистрацией права собственности на объекты недвижимости в пределах их муниципальных образований. Эти полномочия им делегированы федеральным законодательством. Кроме того, это облегчает жизнь местным жителям. Если местный житель обратится через МФЦ, он оплачивает госпошлину. А органы местного самоуправления освобождены от уплаты этой госпошлины. Поэтому для этих местных жителей всё будет абсолютно бесплатно. Итоги заседания глава республики подвёл уже в ходе пресс-подхода. Я считаю, что 2022 год становится решающим годом в реализации этих вопросов. В реализации или, по крайней мере, в начальном этапе приведения в соответствие нормативное всех вопросов, связанных с водоснабжением, водоотведением, газом, энергетикой и так далее. Мы вот сегодня начинаем с этого. Я не хочу сказать, что мы в 2022 году газифицируем весь Дагестан или весь комплекс энергетический перестроен правильно. Но то, что мы сегодня должны эту работу системно построить и по ней идти, это безусловно. Также, по словам Меликова, даны жёсткие и весомые поручения соответствующим структурам. Сакинат Малаева, Махарбека Мариев, Рамазан Амаров. Время новостей.